здравствуйте дорогие наши подписчики дорогие зрители дорогие овощеводы сегодня я вам расскажу и конечно в первую очередь покажу баклажан белого цвета который еще пока мало кто из вас выращивает на своих участках но очень даже рекомендую рекомендую прислушаться к моим советам по поводу этого необыкновенного гибрида под названием бибо посадили мы где-то к середине июня из-за плохой погоды в семнадцатом году высадили рассаду рассада было клянусь вам дорогие мои вот если вот сейчас я оторву кусочек вот рассада была похожа вот верхушечка вот такая вот такой лысый стебелечек рассаде было где-то дней в 60 она у нас пересидела немножко и мы думали что ну ничего совершенно ничего с этой рассады не получено тем не менее мы же много экспериментируем поэтому мы оставили эту рассаду посадили как положено посадили 5 растений на квадратный метр и вы также сажайте на будущем потому что кусты в принципе небольшие вы видите там ну где-то сантиметров 80-90 самый большой 90 а так в общем-то очень хорошенькие компактные кусты не формировали потому что думали ну хоть что-нибудь чтоб выросло поэтому сколько получилось стеблей столько и получилось и тем не менее урожай я думаю очень даже неплохой вы видите это с учетом то того что все-таки мы два раза еще производили сбор плодов два раза мы потребляли вот такие хорошенькие вот давайте я сейчас срежу вам покажу вот такие баклажанчик именно такого размера выращивая у себя на участке баклажаны мы и должны потреблять видите какие беленькие красивые каплевидная форма такая вытянутая плодов очень красивые ну давайте мы взвесим вот такой маленький который я рекомендую все-таки летом потреблять пищу получается ну не не так уж и мало поэтому большие которые у нас уже переросли а почему переросли опять же вы скажете вот сами учите а у самих все перерастает ничего подобного мы проверяем еще проверяем каждый гибрид который мы выпускаем свет на его отношение к болезням к вредителям к погодным условиям и как вы видите на улице холодно это у меня не одни штанцы под ними еще тепленькие штанишки и здесь тоже кофточка хорошенькая там рубашечка и еще курточка уже холодно на улице плюс 3 градуса и вы посмотрите в каком замечательном состоянии находятся растения это то еще учитывает то что они просто великомучениками оказались посмотрите как замечательно но здесь вот немножко уже появились какие-то насекомые подгрызают немножко листики это ничего страшного но холодно на улице кушать всем хочется и они тоже самое все таки добрались до наших растений но мы уже будем их снимать эти все плоды теперь давайте мы разрежем вот такой маленький плодик вот так и посмотрим конечно у такого маленького не должно быть жестких семян вкус идеальный но видите несмотря на то что все таки он маленький а семена то уже вызрели летом мы потребляем семена совсем зелененькие сладенькие вкусненькие сейчас семена могут давать некоторую горечь ничего страшного можно же сделать консервы можно заморозить нарезав на маленькие кусочки и замораживаете можно заморозить вместе с томатами с кабачками с тыквами с луком все вместе сделать овощной рагу в зимний период замечательно вкуснота необыкновенная кожица очень мягкая даже несмотря на то что вы видите кожица блестящая уже казалось бы такая кожистая ничего подобного вот вот насколько она тоненькая и в общем-то нежная достаточно вот видите да совершенно эластичная хорошая вкусно значит хотелось бы отметить то что мы сажаем баклажаны большей частью в открытый грунт баклажаны дорогие мои пожалуйста запомните баклажаны любят открытый грунт только в непогоду можно накрыть нетканным материалом пристроить вот так на дуги и защищать растение так как прошли первые заморозки да посмотрите ни один листик ни один цветочек не погиб а заморозки были у нас где-то порядка минус 3 минус 4 градуса так что видите какие стойкие очень стойкие баклажаны значит посмотрите я только что вытащил вот этот кустик и хочу вам показать корневую систему почему мы с вами не можем сажать на одном квадратном метре 7 8 растений а именно 5 и не больше потому что вот такая корневая система посмотрите вот в разные стороны она отходит как правило под таким углом как я сейчас показываю и получается что она требует достаточно много места именно свет солнечный свет тепло способствует тому что плоды наливаются очень быстро и этот гибрид под названием бибо относится к ранним гибридом поэтому мы дождались уже проявления всех возможных только заболеваний которых не оказалось дождались появления насекомых которых тоже минимальное количество и в принципе можно таким гибридом гордиться высадив на своем участке получая очень очень хорошее урожай но посмотрите вот такой баклажанчик например да вот сейчас я его срежу светки да вот вот давайте вот этот срежем и посмотрим все таки что же у нас сколько этот баклажан будет весить 400 почти 80 грамм но замечательный баклажанчик посмотрите небольшие пятнышки дорогие друзья но не обращайте внимание но уже октябрь месяц что же вы хотите но мы все в мурашках а как же плодам не быть каких-то маленьких изъянчиках которые в конечном счете очень легко удаляются вот взяли ножом ой какая кожица тоненькая прям необыкновенная вот пожалуйста чистенькая мякоть сладенькая дорогие друзья замечательные плоды дает гибрид бибо и я вам очень очень рекомендую сейчас приобрести семена и посадить примерно за два месяца до посадки а посадку мы с вами осуществляем только после ухода последних весенних или начала летних заморозков и вы получите отличный урожай уже в июле-августе месяце ну а до сентября дождетесь то получите еще и осенний хороший урожай урожайность этого гибрида около 12-15 килограммов с квадратного метра так что я думаю что это неплохой будет результат если вы получите именно такое количество плодов с пяти растений посаженных на грядке открытого типа дорогие мои пожалуйста подготавливайте свою почву к весенним посадкам до свидания